как много этот парень играет да я стрим запустил тут уже тут и веселье завезли два блицера убиватора куча скелетиков но все два тамба к слову то есть видимо один том бумер его не выкупили ну ладно 310000 так давайте посмотрим сколько у него замен 2 у него ровно 11 игроков вообще конечно для боевой мощи на раскидывание скелетов мне хочется взял наш барак есть у барака блок есть и барак еще и агильный еще и мб даже не знаю давайте барака возьмем чё поехали барак на мой взгляд сильно недооцененный старплеер один навык на мой взгляд у него не очень полезный это пятка но за счет блока мб и статов он невероятно крут ладно да в принципе можно и в нападении начать на самом деле с учетом того что у него всего два тамба которых мы скорее всего даже с гордами раскидаем на лоси хотя кишотом у которого в навыке на акции шикарный том 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 с блоком куча вообще блин набраны навыки весьма специфика я не знаю нужно ли там в убрать по я в этом сильно сомневаюсь ну ладно вот такой типичный матч с разницей просто у меня на поле раз два три четыре пять пять игроков с навыками с одним навыком пять игроков с одним навыком и кемри у которых просто тут все закрыто навыками у каждого ну забавно забавно у него тут еще два стата 300 тапа ну веселый матч сразу чувствуется что игра будет равна прям да ребятки чё то есть легкие ощущение играть будет трудно ну ладно а знаете как говорится мне никто не заставляет я сам этим занимаюсь привет спиритолог хорош такой хорош такой равный матч я уже чувствую прям я чувствую равность этого матча все лицо прям в ней так я бы к слову пяточников бы действительно ладно ну бар барак неплохо сыграл барак ладно не зря перекинули три единицы окей не зря перекинули три единицы но барак барак уже успел барак уже успел порадовать в очередной раз барак показал уверенную уверенную игру стоит 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 его поблагодарить прям не хватало острых эмоций барак пошел и подарил нам их кину в три единицы толстый череп ну да толстый череп против фолов хорошо работает ну я я уже предчувствую не но на самом деле если говорить по уму тратить rr на это действие видимо не стоило но но раз мы выбили игрока и у нас будет уже преимущество в одного игрока можно сказать что все было правильно блиц в барак и весьма специфичный опа рерольчик хорошо получил молодец барак и сам кидает и другим дает вообще есть ощущение что мы сейчас можем бараком ушатать одного из тамбов без особых проблем еще посадить как скелетики нагло идут в бой скелета вообще ничего не боятся к слову сейчас действительно есть смысл про атаковать и зафалить вот этого паренька то есть раз скелетик подошел я вижу смысл наказывать его а бараком это сложновато будет но как бы но возможность есть нам надо главное скелетику уронить желательно в 5-6 подходим да у него там такая команда спиритолог что сразу видно профессионал попался ну неплохо в принципе согласен барак барак просто показывает ребята барак просто показывает я я не знаю как бы как барак умудрился кинуть 5 единиц но это действительно здорово это новая мета отвратительно федя самочувствие отвратительно не ну очень веселый матч я я уже прям предчувствую как много веселья будет в этом матче так здесь нас халявный удар в 2d только я бы сначала бы пофалил бы да я вижу смысл побайтить я вижу смысл побайтить тамба пока фалить далеко проще по фалить в этой ситуации скелета притом мы сначала вставим игрока и сюда даже сюда для того чтобы у нас не было дырки по центру теперь мы даем фол по горду ну вот не но но с другой стороны барак 5 единиц париролил стоит сказать толстый череп в очередной раз молодец воин знал бы прикуп жил бы в сочи я уже причу я предчувствовал что эта игра будет очень веселой кстати у оппонент всего практически нету реролов в общем нам сейчас надо пытаться зафалить тамба у тамба к слову же нету ни крепкого черепа ни чего то еще то есть как бы если мы сможем с тамбом что-то проделать то все будет хорошо а еще он нам дает ну конечно весьма мифический шанс попытаться повалить мумию с другой стороны конечно больше вижу смысла ударить с мб по скелету стоит сказать удары с мб по скелету мне кажется более разумной альтернативой но посмотрим это очень хорошо обидно что я потратил два рерола за два хода на весьма безопасных как мне показалось действие у него нету хороших валов в этой ситуации либо ему надо еще игроков подводить для этого на самом деле надо срочно отправлять двух пареньков на право для того чтобы у него были возможности дефтся в случае того если я пойду на прорыв я понимаю посыл оппонента но мне кажется посыл то не очень правильный здесь удар в 1d давайте мы сейчас будем байтить откровенно откровенно байтить к сожалению у нас немножко не получилось ну ладно здесь у нас пока нету хорошего блица мы можем сделать вот такой удар поехали в этом ударе есть смысл но учитывая тот план который я задумал правда для фала надо сделать гф их у я мискликнул ну ладно что ты давай вообще я хочу конечно еще одного игрока подтолкнуть давайте мы сначала поставим игрока вот сюда подставим игрока вот сюда привет ситар не ну понимаешь насчет безопасных действий да я понимаю когда я судя потому что я успел кинуть 5 какая ринсов тв 270 отлично молодец добежал или или 300 ну чё-то чё-то в рай чуть меньше 300 по моему а вот то что мы не пробили сейчас на простом файл понимаешь ситар я начинаю ход кидаю 3 единицы бараком начинаю второй ход кидаю 2 единицы бараком ты ты самую мякотку пропустил ситар понимаешь понимаешь как саша хорошо начинает игры это 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 вообще вдохновляет я бы сказал это очень вдохновляет но позиция враг лучше чем могла быть при таком старте ну ситар ты не поверишь но я два раза перекинул я перекинул сначала 3 единицы от барака а потом перекинул 2 единицы от барака но это было прекрасно конечно барак просто просто невообразимо радует создает веселье там где мы его в общем-то говоря и не ждали хочется ему прям премию какую-то выдать особую премию барака но то что я потратил два рерона на двух супер безопасных действиях ситар нет это это щитово все что я могу тебе сказать ситар на мой взгляд это щитово барабарак нормально я я уже понял что в этой игре барак способен только на наброски черепов с этим с этим мы уже в общем смирились это как это как не некая это как некая мета ну это было ожидаемо я я уже играю как лицом по клавиатуре это да это прекрасно я не знаю кто-нибудь ведет счетчик потому что здесь по моему уже ну проверенный дадут каждый боец проверенный я не знаю просто парад единичек не ну если каждый ход кидает дубль единицу на ударе ткани это да тут реролов надо брать значительно больше вот что я могу сказать не ну здорово конечно здорово ничего не сказать проверенные бойцы не перестают радовать ну я не я то знаю комбиодоллар я то знаю я я наслаждаюсь уже практически для меня это как вот я не знаю там понимаешь блатбол просто вот блатбол все делает для того чтобы я уже ну как бы никак с ним не сталкивался блатбол просто решил что вот надо сашу довести и и отлично с этим справляется стоит стоит отдать должное блатбол у блатбол отлично с этим справляется то есть вот блатболentalı есть задача есть цель вот блатболла есть цель и блатбол с этой целью ну справляется просто на пятюню блатбол можно только только похвалить за целеустремленность желание понимание Внимание, вот. Блад, да, я не понимаю намёк. Бладбол мне уже откровенно прямым текстом кричит, что Саша, ну пора уж. Завязывай, просто, просто, просто хватит. Просто прекрати этим заниматься. А я как наркоман, я всё не могу выйти из завязки. И делаю, делаю это. Знаешь, как бы, как это говорится-то? Когда человек раз за разом делает одни и те же действия, но при этом рассчитывает на другой результат. Это называется безумие. Здесь, здесь тоже, здесь откровенное безумие в этой ситуации. Саша, вместо того, чтобы, как бы, заняться чем-то полезным там, я не знаю, чё-нибудь такое. Я, конечно, мог бы просто помарчить по дару, но... Я уже не знаю, я после... Ну, скажем так. Пусть чистят, пусть чистят. Ну, согласитесь, не, ну весёлая игра. Вот, вот просто не прибавить, не убавить. Весёлая игра, где каждый блок ты кидаешь один-один или один-два. Ну, это, это классно. Это, знаете, как я, я вчера сел, ой, не вчера, я сегодня с утра сел, посмотрел, как Ситар комментировал мою игру с Диамедом, вот. И там Ситар так классно говорит, ну здесь хорошо сыграно, здесь хорошо... И вот так слушаешь, ну там было парочку спорных моментов, которые, на мой взгляд, не сильно решали. Но практически во всех ситуациях Ситар говорил о том, что в целом это я играю хорошо. А, вот. Но при этом почему-то я проиграл. Вот, что, что самое весёлое. А, вот. Мне в этом кажется что-то прекрасное. Во второй половине, в первой половине, а во второй половине, смотри. Во второй половине, ну, то, что я забил, мне кажется, это было адекватное решение. Я не могу говорить наверняка, но лично у меня сложилось впечатление, что гол в этой ситуации, ну, с учётом мага, я сразу уточню. С учётом мага у меня было ощущение, что фолл это правильно. А, голл это правильно. А, вот. Там был момент, что ты сказал, не надо было кидать ГФИ, надо было кидать пас 3+. И, знаешь, Ситар, наверное, ты прав, но когда я пофейлил пас 3+, до этого, ты понимаешь, о чём я, да? А, вот. Когда я пофейлил пас 3+, мне было очень тяжело заставить себя ещё раз кидать пас 3+. А, вот. А, у меня, понимаешь, Ситар, с учётом того, что мне не завезли пробоя, я не видел хорошей возможности играть агрессивно. В этом проблема. То есть, у меня не было пробоя, поэтому я не видел шансов для агрессивной игры. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Я могу быть неправ, но у меня было ощущение, что у меня нету ресурсной базы для этого. Так как я в первом тайме потерял на ровном месте волка, а Диамет забил Йола гол, вот. У меня создалось впечатление, что, в принципе, ресурсной базы не хватает от слова совсем. Я допускаю, что я могу быть неправ. Вот. Это вполне вероятно. Ну, я говорю про своё ощущение этой игры. А вот. А насчёт второго тайма. Ну, гол я забивал по той причине, что... Ну, как я выразился. У меня было представление, что... Ну, в общем... Если я не забью его сейчас, вполне вероятно, что я не забью его уже никогда. А вот. По крайней мере, я это в голове своей видел так. А вот. А-а-а... Значит, с... Что там ещё был-то? А гол, который... Вот, когда Диамет забил мне в итоге, я решил, что... Надо сыграть на победу. То есть, у меня был простой план подобрать мяч, уйти и потом сделать додж гулёй закрыться. То есть, я решил, что всё. Вот в этой ситуации я рискую иду... Я давлю педаль в земную кору. Что либо... Что как бы... Я могу просто попытаться задефаться, проатаковав левый фланг Диамеда. Но при этом это были довольно сложные кубы. На мой взгляд, более сложные, чем попытка подобрать мячик через додж 2+. И... У навыка пятка, блок МБ, спиритолог. Пятка, блок МБ. Да я бы не сказал, что... Не, там, по-моему, не минус 3 было. Но дело такое. Диамет забил, по сути, единственный возможный гол после 6-го хода его атаки. Кстати, если бы там Зомбяка поставил бы дум... Я думаю, то гол бы ещё сложнее. Да, Ситар. Вот, то, что я Зомбяку не поставил под Рыжего, это действительно ошибка. Я с тобой полностью согласен. Проблема только в том, что мне кажется, что это не решило бы всё равно. То есть, по итогу я всё равно зафейлил самое простое действие. И... Как бы... Я считаю, что у Диамеды всё равно была простая возможность в этой ситуации поджать. Вот. Лично по моим внутренним ощущениям. То есть, я потом пересматривал этот момент. То есть, мне кажется, что там... Что бы я ни делал бы, всё кончилось бы погано. Вот. Но ок. Я допускаю то, что я могу быть неправ. Но мне показалось, что там как бы... Как ни смотри, там конечное, скорее всего. Это заставило было его кидать 1D вместо 2D. Даже в той ситуации, где ты зафейлил. То есть... Нет, там можно было немножко по-другому... Ну ладно. Окей. Окей. В чём-то ты прав. Ну, в общем... У меня сегодня что-то ощущение, что это бы не сильно порешало. Понимаешь? Я хоть там ору и так далее. Я в итоге свои игры последние... И я при том, что я собираюсь бросить Blood Bowl на... Да. Вот. При том, что я на абсолютно серьёзных щах собираюсь забросить Blood Bowl... Я... Как бы так выразиться-то? Игры пересматриваю и пытаюсь их анализировать. Вот. Ну, в общем... Не знаю. У меня и от просмотра игры с Джинни, и от просмотра игры с этим остались какие-то ощущения, что... Там, как говорится, хочешь ни, хочешь куй... Все равно получишь, собственно говоря, то самое. Вот. Я думаю, на самом деле... На самом деле, Ситара, всё предопределило то, что... Ну, скажем так, во-первых, вот серьёзная, на мой взгляд, ошибка, это то, что я действительно не попытался сделать проталкивание. Если бы я сделал проталкивание, всё могло бы, наверное, сложиться по-другому. Мне так кажется. Это неплохие кубы. Последний рерол. Я, кстати, на барак, а может, и аптеку-то потрачу. Никогда не видел, как мумия... ПОшки. Прикольно. Можно пофалить мумию, кстати. Ситар, понимаешь, в чём дело? Насчёт... А, нельзя аптеку, да? Насчёт того момента с... С этим... С реролом, понимаешь? Вот если бы я не прокинул бы 5 плюс додж, я бы даже не думал бы об этом. Вот я бы просто кинул... А, ну фейл, ну пофиг. Но так как я не... Так как я кинул самый сложный додж в этой ситуации, вот самый сложный додж Саша кинул в этой ситуации, у меня появилось ощущение, что, в принципе, это ловушка психическая. Ну, оно может, конечно, и так... Можно это и так называть. Просто, на мой взгляд, получилось слегка не... Несправедливо. Я понимаю, что в Бладбоуле нету такого понятия, как... Справедливость там или несправедливость. Но мне показалось, что как бы... Ну, я тебя понимаю. Ну, просто, опять же, вот... Вы на меня психически задавлели в том плане, что начали жужжать мне уши про то, что надо там рисковать, надо там тыр-пыр, восемь дыр. И вот я решил действительно поиграть игры в... Вот я решил поиграть на победу. Тут как бы, ну, и ваши разговоры повлияли. И повлияло то, что мне реально нужны были победы, ничьи. Я думаю, что если бы я адекватно решил бы посушить игру и против... И против Диамеды, и против Джинни, я бы спокойно посушил бы игру и там, и там. Против Джинни, я думаю, я почти 100% мог бы посушить игру, если бы хотел этого. Но так как у меня возникло ощущение, что мне нужны очки, а ты, Сид и Колян... Хорошенечко позанимались любовью с моим мозгом. А вот. Я решил, что попробую изменить своему стилю. Ну вот, вместо... Вместо успеха, измена своему стилю принесла два поражения. Я сразу скажу, я не тебя, не Джинни... Ой, не тебя, не это... Не, не... Не хочу посчитать виноватыми. Но просто... После этих игр, у меня создалось впечатление, что... Я всё. Вот, просто реально всё. С Диамедом твоя была очень опасной. Я не спорю. Но мне кажется, что если бы я с Диамедом прокинул бы тогда эти кубы... А вот. Если бы я с Диамедом тогда бы прокинул бы подбор. Вот знаешь, если бы я прокинул подбор и додж после этого... Ну вот. Я могу сказать, что... Ну я... Я ничью брал 100%. Вот я был уверен, что если я это сделаю... Ничья у меня в кармане. Ну вот. Просто ну с Джинни там... Просто на мой взгляд, Ситар, если... Ну, как тебе сказать... Мне кажется, что... Как бы так объяснить-то культурно? ХВ на лосс, но он не прокачанный. Лучше поставить непрокачанного игрока, чем прокачанного. Давай так. Вот в игре с Джинни, на мой взгляд... Вот Джинни там начал мне задвигать... Что, мол... Вот, в первом тайме тебе так перло... Типа, результат там справедливый и так далее. Вот, на мой взгляд, Джинни абсолютно неправ в этой ситуации. Потому что то преимущество, которое у меня было в первом тайме... Я его в первом тайме и реализовал. Во втором тайме у меня уже никакого преимущества не было. Здесь Джинни, на мой непрофессиональный взгляд, лукавит. Вот лично мое ощущение, что... Джинни здесь лукавит. Вот. Это, значит, первая мысля. Вот. То есть, именно то, что произошло во втором тайме... Буквально все после... Все, начиная с 10-го хода или с 9-го... С 9-го. Или с 10-го. Не помню. Все, что там происходило, это было, ну, за гранью добра и зла. Мое мнение. С ним можно быть несогласным, там, тыр-тыр-тыр. Но лично мне кажется, что... Вот. От меня там не так много зависело. Я думаю, что, да, ничью бы я мог бы взять, если бы не изменял своему стилю. Ничью. Но во всем остальном там творились какие-то вещи, ну... Не совсем адекватные. Мне так кажется. Опять же. Я никому ничего не проповедую. Просто излагаю свою точку зрения на вопрос. А вот в игре с Диамедом... Просто, ну, вот с Джинни там реально, как бы, такая ситуация, что... Ну, просто нихрена не получилось. Вот бывает такое, когда у тебя просто нихрена не получается. Вот. Не, просто... Не, ну, ладно, ладно. По моим внутренним ощущениям, с Диамедом должна была быть ничья. На мой взгляд, Диамед довольно отстойно разыгрывал атаку. И... Ну, забил такой полу-йола-гол. А, вот. В дефе Диамед играл лучше, но тоже я бы не сказал, что прям вау-вау. То есть, на мой взгляд, в первом тайме Диамед не должен был забивать. А я должен был забивать. В смысле, а я должен был забить на своей атаке, я на ней и забил. То есть, короче, с Диамедом, на мой взгляд, можно было... Ну, скажем так, если бы не то дерьмище, которое происходило, это была вполне адекватная ничья. Справедливая, на мой взгляд. А вот в игре с Джинни, это должна была быть победа, но опять же, как бы... Ну, можно говорить о таких вещах, что там, я не знаю, нельзя все спихивать, ну, кубы, тра-та-та-та-та-та, но... Вот, у меня, лично меня, не покидает ощущение, что на протяжении всех этих матчей происходило что-то весьма, ну, такое, специфическое, давайте скажем так. Лично по моим ощущениям. Я вот не могу сказать, что я очень плохо играл. С Диамедом у меня там был момент, когда я немножко поплыл, скажем так. Но я бы не назвал бы этот момент прям таким уж решающим. Вообще, что-то как-то... Я понимаю, что там силовой игрок, но... Так, ладно. Первая мысля удалась. Давайте проповедовать вторую мыслю. 3+, 2+, 2+, 3+, 2+, 2+, И еще... Или просто в 1Д вместо лишних трех бросков. Но в 1Д меня устроит 33%. Блин, я не знаю даже. Я могу попытаться повалить в красное, но это сомнительная затея. Ладно, я все-таки предпочитаю Блиц безопасный. Ну, не безопасный такой. Ммм, Барак... Барак? Барак Обама просто, я бы сказал. Вот теперь вопрос. Пофалить здесь или сесть на мяч? Ну, сейчас садится на... Горда давайте лучше вырубим. Насчет ситуации с собакой и гулей. С собакой я собирался подбирать мяч. И гулю я не двигал по той же мысли, что я... Ну, я планировал розыгрыш как бы так. Это был план, ну, такой, не то чтобы прямо вабанковский, но близкий к вабанку, на мой взгляд. Не, ну, это был all-in, Ситар. Потому что я понимал, что... Мне тяжело вернуться назад. Я решил, что либо я сейчас дожимаю Джинни и играю на победу. Либо я не дожимаю Джинни и получаю ничейку. Вот и все. Вот у меня было такое ощущение. Потому что из-за того, что я все профейлил, Джинни уже смог построить экран. И у него было преимущество по игрокам. Я это рассматриваю именно так. То есть, на мой взгляд, у Джинни было преимущество по игрокам. Он построил экран, и у него все было хорошо. Ну, вот. Я, конечно, не хочу сейчас ничего говорить, но, на мой взгляд, оппонент сделал херню. Вот. Ну, я понимаю. Я понимаю, что я открываюсь, но выруб этого игрока, он прям очень хорошо смотрится. Давай, Борок, порадуй. Порадуй. Покажи силу грязной немытой пятки. Ну, такое. А, ладно. Тогда это была очень жадная игра. Учитывая ситуация, мне кажется, не совсем оправданная. Так как поставить Джинни все равно было сложно. Он мог получить мок. А по игрокам вполне было поровну. Ситар, мне кажется, что ты не улавливаешь один момент. Дело в том, что я очень быстро лишился своего боевого ресурса. То есть, у меня было ощущение, что без убиватора, без убиватора в этой ситуации, конкретно в этой ситуации, меня ждут очень лихие и плохие времена. То есть, основная мысля, которая у меня была, что игра без убиватора против убиватора Джинни, для меня закончится весьма прискорбно. От этого я и отталкивался. Вот. То есть, я строил мысли именно по такому образцу, что да, без убиватора будет грустно. Что меня Джинни просто, ну, в общем, накажет рано или поздно. Вот, собственно, и все. Никакой супер глубокой мысли тут нету. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Ладно. Я знал, вот я, я, я даже не хотел ничего говорить. Я был уверен, что это произойдет. Спасибо, что не дабл единица. Теперь самое сложное действо. Неплохо. Так, додж. Куда бы нам, куда бы нам доджировать в этой ситуации? Ну, не получилось и не получилось. Ладно, это, это не критично. Ну, по сути, ну, у тебя было на голема больше. И, по сути, контакт волка с големом, например, невыгодный для джинни. Эм... Давай, Ситар, удачи тебе. Ну, нет, я не спорю, Ситар, что, я не могу сказать, что я отыграл идеально. Но, я, с кем-то, давай, я согласен с мыслью там, которые мне говорят из какой-нибудь Сит, например, что, ну, надо там на свою игру смотреть, терлим-бом-бом и так далее. Но мне кажется, что в этой, в этих ситуациях, ну, в этих играх реально возникали ситуации, где, как бы, ну, смотри на свою игру, не смотри на свою игру. Происходило нечто весьма и весьма, ну, такое, специфическое, скажем так. Слабо поддающиеся прогнозам. Вот, вот что я могу сказать. Я, я, я не фейлил же чего-то сверхъестественного. Проблема в том, что я даже местами не фейлил какие-то серии. Я просто сразу бац и фейлил 3+. Все. Вот это, вот это меня больше всего вымораживало во всей той ситуации. Что я не фейлил что-то такое. Я фейлил, казалось бы, простые действия. Вот. Это меня немножко, ну, под, под, под угнетало. Вот. Это меня немножко подугнетало. Ну, ладно. Я сейчас собираюсь поиграть в Йола. Вот, вот что я могу сказать. Сейчас будет время Йола. Вопрос в том, насколько оно будет Йольное. Вот. Но мне кажется, что это хороший план. Вопрос в том, нужно ли мне так перекрывать. Прям, прям сильно. Или просто отдать пас и не париться. Давайте просто дадим пас. Ну, да, да, да. 3+, ладно. Граерга. Ну, ну да. Да, да. Йола. Йола, ребята. Немножко Йола игры. Такой, прям. Нормально, нормально. Кинуть 3+, 3+, это, конечно, ну, действие не очень простое, скажем честно. Неплохо. Парень сам себе перекрыл, ребята. Парень сам себе перекрыл. Это, это здорово. Вот на ровном месте. Не, он, конечно, мумией может добежать. Ой. Ну, здорово, здорово. Ладно. Оппонент дает шанс. Шанс, конечно, не скажу, что гигантский. Сейчас будет проталкивать, но это уже не удар в мяч. То есть, на мой взгляд, оппонент на ровнейшем месте привез. Абсолютно на ровнейшем месте принес. И привез. И можно даже поиграть на результат. Если он сейчас не подберет мяч. Но он не будет подбирать мяч, скорее всего. Это хорошо. О, это добротно. На самом деле, у меня опять в голове забавный план по поводу блица, подбора и паса. Вот. Я не устану повторять вновь и вновь. Трым, трым. Ладно. Нет, я... Ладно. Окей. У нас... Опа, он фалит. Ой, как он любит фалить, я смотрю. Не, блиц, 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 подбор, плохой план. Я... Мне достаточно в этой ситуации просто уводить мяч еще дальше, 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 дальше. Вот. Он фалит вместо защиты мяча. Да, 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 да. Кинем... Кинем просто халяву. Я надеюсь, что пять единиц с начала матча Борок не продемонстрирует. Но мы освободили Борока. Молодец, Борок. Хотя мы так далеко не убежим. Либо мы можем вообще поиграть в Йола. Не, ну ладно, ладно. Давайте, давайте, давайте не полная Йола. Ладно, такое полу-Йола. Так, молодец. Молодца. Так, окей. Либо мы можем сделать два плюс, два плюс и... А, это пацану будет 67. Ну, поехали, да. Да ну, ёп, лови мяч, ублюдок. Так, нормально. Качнули, наконец. Качнули, наконец. Так. Гард с трудом пополам. С трудом пополам. Эх, жаль. Ну ладно. Этот агильный воин, да. Воин Хауса фармит СППшечку. Ну, дофармили в итоге, дофармили. У него сейчас есть выбивание меча, но оно такое. Мягко скажем, прохладное в 1Д. Ребята, мысль-то даже не в том, чтобы в этой ситуации обязательно забить. Гол это, ну, будет приятный бонус. Основа ситуации, не дать ему выбить мячик и забить. Я веду 1-0. Я забил свою атаку. Всё. Как бы... Я... Я не ищу какой-то суперпогоды у моря. Я оттягиваю время там, где его можно легко оттянуть. На мой взгляд. Я оттянул время, я оттянул. Позиция хорошая, позиция хорошая. Всё. Я... Я не искал ничего прям... Эээ... Такого. Тебе будет тяжело, Ситар. Эээ... Я думаю, будет ничья. Я думаю, будет ничья. Но матч для тебя реально непростой. В общем, вся хаоситская рать лежит. Но победка красивая, я считаю. Победка прям приятная. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Убежали. Так, окей. 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 Никто не добегает. Красивая победа, я считаю. Красивая победа. На скеле. Вот. Эээ... Ладно. Борок кинул. Ну ок. Молодец, Борок. Молодец. Борок за эту игру умудрился кинуть два раза. Два раза дубль единицы и один раз тройные единицы. То есть, Борок умудрился на трех ударах найти семь единиц. Вы представляете? Ну это, это... Борок про... Муа! Борок сейчас получит MVP. Я вообще не удивлюсь. Если Борок получит MVP, я не знаю. Это будет сказкой просто. Не, ну просто... Просто очередная игра от Саши. Вот. В этом неповторимом стиле кидания двойных единиц каждый ход. Я... Неповторимый стиль. Потрясающе просто. Много удовольствия от игры. Прям... Я не знаю. Я немножко устал играть с утяжелителями, я вам скажу. Нет, я понимаю, что я таким образом типа поднимаю свой скилл, но... Я... Можно мне пару игр хотя бы не против ребят, которые на 300 тысяч меня дороже. И не против ребят, которые... Там, я не знаю. Уничтожают меня на поле. И не кидая пачки единиц подряд. Ну вот... Не самые сложные вещи, прошу. Ну, берем блок. Тут он напрашивается. В общем, хотелось бы, чтобы хардкора было, ну... Писечку меньше, пожалуйста. Очень-очень трудно играть в таких условиях. И мы еще и денег не наофармили на покупку зверя-человек. Совсем грустно. Спасибо.